Hey everybody, now I'm going to tell you about a very useful grammar structure Сейчас я вам расскажу про очень полезную грамматическую структуру Вы слышали, я сказал I'm going to tell you Фраза be going to do something переводится как собираться, намереваться что-то сделать Возможно, вы слышали разговорный вариант Американцы часто в фильмах, в сериалах, в песнях, вообще в разговорной речи говорят gonna I'm gonna do something Это то же самое, что I'm going to do something То есть я собираюсь, намереваюсь что-либо сделать Давайте посмотрим, например I'm going to play football Я собираюсь играть в футбол То есть это мои планы на вечер I'm going to play, to do, to think Абсолютно любой глагол после to вы можете использовать И фраза be going to Глагол be у нас меняется Зависит от подлежащего Если у вас I, то форма am Всегда I am I'm going to play football Я собираюсь играть в футбол И запомните, глагол go здесь не переводится дословно Это не ехать, не идти А вся фраза be going to Это собираться, намереваться, сделать что-либо Ваши планы на будущее И не только на этот вечер или на эту неделю А вообще глобальные планы на жизнь По поводу вашей карьеры Допустим He's going to be a doctor Он собирается быть врачом Подлежащая he, поэтому is Глагол be в форме is He's going to be a doctor Запомните Теперь, чтобы задать вопрос Вы что делаете? Глагол be ставите на первое место Но после вопросительного слова What are you gonna do? Что собираешься делать? What are you gonna do? У нас you, поэтому глагол be в форме are И заметили, я использовал gonna Сокращенный разговорный вариант What are you gonna do? Если у вас gonna, то после него to уже нет Gonna do Но, если полный вариант What are you going to do? Запомните Going to do, но gonna do без to И еще Gonna do это именно разговорный вариант Который вы используете только с вашими друзьями И очень близкими людьми В основных случаях Going to do Второй случай Еще один есть случай Когда вы используете эту фразу Представьте ситуацию Все вдруг потемнело Задул ветер Гром гремит Собирается дождь То есть вы делаете свой прогноз Предсказание На основе фактов Все указывает на то, что будет дождь It is going to rain It is going to rain То есть собирается дождь Ваше предсказание Прогноз На основе фактов Все на это указывает Гром гремит Небо Все в тучах Еще и ветер Запомните И последнее на сегодня Представьте Вы что-то хотели сделать Но так и не сделали Было намерение Но вы его не реализовали Тоже используйте эту фразу She was going to buy a new car Она собиралась купить новую машину Но так и не купила She was going to buy Глагол be у нас в форме past Поэтому was She was going to buy a new car Она хотела купить Собиралась купить Но так и не купила На этом пока все Я думаю, что все понятно Вопросов не возникло Давайте подведем итог Я собираюсь что-то сделать У меня планы, намерения I am going to do something Или I am going to do something Либо вы делаете прогноз На основе чего-то Вы говорите тоже It is going to rain Собирается дождь Потому что на это все указывает Пишите в комментариях What are you going to do After watching this video Что вы собираетесь делать После просмотра этого видео урока Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И увидимся очень скоро See you guys very soon Bye-bye